Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Злобного Суслика! Выиграем в Гершин Инпакт, и сегодня у нас вышло обновление 3.0, которое у нас добавило регион Сумеру, огромную новую страну. Для того, чтобы начать проходить данное задание архонтов, вам необходимо пройти том 2 главу 4, Реквиум Глубких Глубин, основного сюжета игры, а также иметь ранг приключения 35+. «Сквозь дым и темные леса», том 3 глава 1, потерянное в изобилии. Узнав, что пропавший предмет Академии может быть как-то связан с архонтами, вы предлагаете Пайман отправиться в путь. Куда? В Порт Ормос? «Подходите, подходите! Традиционные специи высочайшего качества!» «Ха-ха! Продано! Большое спасибо за неизменную заботу о моем бизнесе!» «Поверьте, я не выдумываю. Несколько бригад пустынников почти вступили в открытый конфликт. Но волнует ли это бригаду от 30? Ох, это еще не все!» «Ух ты, какое оживленное место! Полагаю, именно таким и должен быть крупнейшую порцию меру. Может быть, причиной тому слова «бехи», но Пайман не может избавиться от ощущения, что в толпе таится опасность. «Давай сориентируясь, начнем поиск информации!» «Мы знаем, что вещь, которую потеряла Академия, связана с божествами, но больше у нас никакой информации!» «Хмм, Асфант посоветовал представить студентами Академии. По дороге сюда Пайман заглянула в Акашу. Похоже, у Академии нет исследовательских центров в Порт Ормосе. Пайман не может понять, если эту вещь потеряла Академия, не будет ли подозрительным выдавать себя за студентов, чтобы добыть информацию? «Давай это и проясним сначала. Может быть, это важно для нашего расследования?» «Сначала подспрашиваем здесь. Рынок оживленный. Здесь каждый день бывает много разных людей. «Добро пожаловать! Чего извольте, дорогие гости!» «Здравствуйте! Мы хотели бы задать вам вопрос. В Порт Ормосе есть студенты Академии?» «Конечно! Особенно в это время года. Студенты из Сумеру, которые вот-вот закончат обучение, часто приезжают в Порт Ормос, чтобы немного развеяться. Многие жалуются, что трудно поступить в Академию, не говоришь о том, чтобы окончить ее. Но тем, кто заканчивает учебу и становится штатным научным сотрудником Академии, приходится еще труднее. У нас тут прекрасный пейзаж и спокойная обстановка. Не то, что в Академии. Некоторые даже говорят, что Порт Ормос приносит удачу. Студенты и исследователи стекают сюда, когда нагрузка в Академии становится чрезмерной. «Видите, вон там. Это студенты Академии. Какие-то они серьезные и нервные. У них такой стережный вид с тех пор, как они приехали сюда несколько дней назад. Как по мне, жизнь торговца лучше, пока Акаша учит нас тому, что нам нужно, что-нибудь хороша. Что-то не обсуждать. Давай попробуем поотслушать». «Я не узнал ничего полезного. К тому же, в последнее время на улице появилось много страшных пустынников». «В последнее время в Порт Ормосе было много стычек между разными бригадами пустынников. Если мы решим действовать самостоятельно, будет разумно держаться от них подальше. Особенно та бригада, которая постоянно кричит что-то правого короля. Какое-то воскрешение. Я слышал, что терпение цитадели Рекзара подходит к концу. Как же называется группа? А-ни-что-то там. Они называются Айн-Аль-Ахмар. До меня дошли слухи, что вещь, которую мы разыскиваем, может быть у них». «Что?» «Вы не знали? Пустынники из Порт Ормоса нередко торгуют подобными вещами. Обычно они довольно настороженно относятся к незнакомцам. Но не в случае со студентами Академии. Это потому, что студенты ищут не те вещи, за которыми охотятся пустынники. Пока не знают, что вы студенты, можно спокойно заключать сделки». «Я слышал, что их часто можно увидеть в таверне Джафар. Если вы готовы расстроиться с полумиллионом море, они снабдят вас информацией о чем угодно». «Полумиллион? Сколько тогда стоит сама вещь? И столько за информацию о ней требуются такие бастословные деньги. Все кончено. Похоже, мне не свете ставить спускником Академии. «Я бы не стал слишком беспокоиться. Наша область исследований очень узкая. Кому еще нужны такие знания? Для других они будут абсолютно бесполезны». «Вполне здравое рассуждение. Тогда единственное, что нам остается, это найти способ проникнуть внутрь. Почему бы нам не скинуться и не заплатить за информацию?» «Ты слышал? Пускай область исследований — редкие знания. Это все звучит довольно подозрительно. Неужели знания можно вот так купить?» «Да, это очень подозрительная вещь, которую украли у Академии, связанная с этими знаниями». «Что будем делать?» «Давай попробуем... Пойдем в товар Нуджафар». «Ну они сказали, что информация — полмиллиона моря, ты серьезно?» «Достоверная информация стоит денег. И если они попытаются нас обмануть, я им этого не прощу». «Тогда ладно. Я бы никогда не думал, что согласился расстаться с такой суммой. если ты знаешь что делаешь попробовать ну в принципе ради того чтобы попасть дендро архонту полмиллиона из почти десяти потратить не зазорная дума как сначала сюда а где-то товар на джафар куда бегу так прекратить отслеживать а 10 блин все перекопано попробуй найти дорогу называется дальше задачка осмор по дороге полмиллиона собирает так а вот и таверна джафар тоже аладдина посмотрели да самое место которым говорили студенты давай сегодня мы постараемся обнаружить тех о ком говорили посадитесь и ждете спустя некоторое время мы пришли присаживайтесь пожалуйста значит эти моралисты думают что могут тягаться с босса как только мы получим силу алого короля они будут первыми кого босс покарает не стоит бояться наш главный соперник батальон каракалов на этот раз они собрали значительное количество море поэтому их нельзя недооценивать как батальон каракалов сможет конкурировать за боссом если они всего лишь кучка жадных до денег оппортуанистов жаждущих и быстрой наживы да босс настолько благочестив что наверняка сможет использовать эту силу чтобы вернуть наше божество они сколько баллон королей говорят похоже именно их мы ищем великая властительница рук ходе вата она ее народ должны были наказаны за предательство не горой пощады на самый день когда алый король отомстит сумеру и покарает их все предательство великого властительница рук ходе ваты чем они говорят тоже интересно что все это значит давай спросим об этом когда предоставит представиться возможность вы кто такие зачем пришли я путешественник учусь в академии в академии говорит студент академии сумеру что ты забыл в порт тормозе я хочу узнать о вещи обратился по адресу деньги принес дать ему 50 мор и шутить надо мной вздумал простите великодушно ошибся не играй с огнем дать ему 500 тысяч мор и обливается у нас нет другого выбора держи это адрес торговца у него есть то что вы ищете поторопитесь чего стоим кого ждем хочу спросить еще кое о чем да нас интересует алый король о котором вы так что говорили мы изучаем археологии в академии хорошо за вашу мору любой вопрос вы должно быть заметили что мы все в а айн аль ахмаре вредные последствия алого короля давным-давно алый король основал в пустыне могущественную империю нашу родину это была развитая цивилизация намного превосходящая современную сумеру алый король по праву носил титул божества мудрости но к сожалению он был предан своим доверенным лицом она же украла его титул ты говоришь о да великая властительница руккадевати это бесстыжая злодейка уничтожила цивилизацию алого короля и заставила наших предков бежать сюда где мы выждены жить в постоянном страхе перед нашими врагами вместе с людьми из академии она скрыла то что произошло в действительности и строила из себя саму щедрость и доброжелательность меня тошнит от одной мысли об этом но история на этом не заканчивается на самом деле алый король не совсем мертв оракул в пустыне предсказал его возрождение без сомнения мы горячо поприветствуем наше божество а когда придет время последователи предательницы и всех жителей пустыни забывшие свое божество ожидает возмездие если вы дорожите от страхи сейчас самое время стать последним и алого короля алый король возвращается вас людей из академии это не касается разговор окончен постойте он вас обманул что снова этот чудик из академии да это я я предупреждал что если вы не захотите сесть и поговорить со мной то я сложню вам жизнь послушайте он дал вам ложный адрес эта группа повсюду хвасталась кто может предоставить информацию об определенной вещи и обманом заманивала людей на свою территорию как только вы прибудете по адресу они сначала убедятся что вы хотите приобрести вещи а затем угрозами отберут вас всю мору замолчи аль хайтам ты постоянно рушишь наши планы чего ты пытаешься добиться я уже говорил что хочу поговорить с вашим боссом наш босс уже говорил что не собирается ничего с тобой обсуждать да он это говорил но это не значит что он не может передумать слушай не заставляй нас применять силу обычно мы не бьем людей из академии так как это только усажняет ситуацию но для такого чудика как ты мы пожалуй сделаем исключение если вы предлагаете вести переговоры на языке грубой силы то я согласен даже архонты использовали войну чтобы поделить Тейват между собой но если мы не попытаемся найти мирный способ переговора боюсь пострадать не только ваша торговая я сильно подорву репутацию пустынников я знаю как вы ей дорожите я более чем уверен что если я начну предпринимать намеченные действия ваш босс сам придет ко мне вот только я опасаюсь что к тому времени произойдет нечто непоправимое и еще совет расскажите своему боссу что именно произошло сегодня тогда позже он не будет винить вас за то что вы ему ничего не сказали что ты сказал подумайте вот о чем бывало ли так что я не выполнял свои обещания этот чудик совсем он тронулся хорошо если ты так хочешь умереть мы встретимся с тобой на пирсе перед форосским маяком через неделю в 4 часа дня и не говори что мы тебя не предупреждали и это еще не все верните им мору и и к чему устраивать переполох не провоцируйте гостей что если они потеряют самообладание и устроят сцену они еще даже не заплатили за еду господин айма кажется последнее время в таверне стало меньше сотрудников я надеюсь они не все заняты распространением информации среди студентов почему вы так разволновались я ведь задал простой вопрос я знаю что вы с ними заодно можете считать что ужин это компенсация за наше молчание по моему вполне справедливо ничего себе эти пустыняки не только вернули нашу мору но и очень успешно удали успешно удалились похоже он знает многое о происходящем здесь давай догоним его и зададим несколько вопросов он пошел в ту сторону давай за ним проследим аль хайтам стой где ты подождите тебя ведь зовут аль хайтам в чем дело спасибо тебе за помощь не стоит благодарность они были моей целью а вы просто дали мне возможность считайте что мы в расчете мой вам совет держитесь о них подальше им не удалось завладеть вашей морой поэтому в будущем они могут доставить вам неудобства на этом все прощайте подожди у нас в тебе есть несколько вопросиков если ты разгадал их афира значит у тебя есть достоверная информация об этой вещи кто вы кто такие почему вас интересует эта вещь я учусь в академии учиться в академии тебе стоит знать эти парни жились вести дела с тобой вовсе не потому что они купились на твою ложь ну я владею мечом да так и есть он искусный воин мы пригодимся тебе если в следующий раз придется разговаривать с ними на языке силы у него даже глаза бога нет о чем тут говорить огня у него нет глаза боги кезап мастерски управляет элементами иначе мы бы не стали вам связаться с ай али в общем с этими парнями эти всплывающие головарезы определенно приведут подкрепления на вашу встречу даже если у тебя есть другие помощники наше присутствие не будет лишним Хорошо, договорились Вы ищете того, кто занимается подобным товаром? Есть ручка и бумага? Я дам вам один адрес Можете попытать счастье там, но без меня Встретимся в назначенное время у Пирса Но если не придете, невелика потеря Раз уж ты согласился дать им информацию торговцы Может сначала скажешь нам, что именно мы ищем? Вы только что заплатили полмиллиона моро Но сами не знаете, за что именно? Прекрасно Если ты действительно так искусен в бою, как утверждаешь То сам сможешь выбить из них ответ, когда дело дойдет до драки Ладно, если вы наводили справки, значит должны что-то знать Расскажите мне, что вы знаете на данный момент Чтобы я не тратил время на повторение информации Мы знаем, что эта вещь как-то связана с академией И ищет не только пустыньки, но и студенты академии И еще она связана со знаниями Вы знаете почти все, что нужно знать Но не сможете собрать эту информацию воедино Потому что никогда не видели эту вещь раньше Это то, что вы ищете А мы не разглядело как следующее Что это? Похоже на украшение Это капсула знаний Проще говоря, своего рода контейнер В котором может храниться ограниченное количество знаний Это маленькая академия Любой человек может связать ее со своим личным терминалом Акаши И получить доступ к ее содержимому Любой человек? Да, абсолютно любой В отличие от Акаши, который жестко регулирует Кто может получить доступ к той или иной информации Этот предмет безоговорочно отдает содержащиеся в нем знания пользователям Потрясающе Другими словами, это практичная и безвредная библиотека знаний Но, к сожалению, владение и торговля капсулами наказуемы в Сумеру Эти капсулы были созданы для того, чтобы ученые могли получать знания от Ирмансуля И передавать их в Акашу После использования подлежатого уничтожения Несмотря на строгие правила, всегда найдутся капсулы знаний Которым удалось избежать этой участи Ведь всегда есть те, кто недоволен Акаши и желает изменить свою судьбу За последние столетия из Академии утекло немало капсул с самыми разными знаниями Поясню, ценные знания стали источниками дохода для пустынников в Порт-Ормосе Знания, которые отбраковывают пустынники Иногда оказываются полезными для простых жителей и незадачливых студентов Академии Это все, что я могу сказать Говорят, недавно Академия потеряла некую вещь Похоже, это была капсул знаний? Так вот, какая твоя истинная цель Я хочу узнать о ней больше При нашей нынешней договоренности я не думал, что могу дать тебе ответ Что я должен сделать, чтобы заслужить твое доверие? Может, обсудим условия? До полной решимости Отлично Давай поговорим где-нибудь подальше от посторонних глаз Можем продолжить наш разговор здесь Если хочешь узнать больше о капсуле знаний, которые потеряла Академия То ты должен помочь мне в одном деле Что за дело? Я хочу, чтобы ты нашел для меня одного человека Его зовут Дори Ее зовут Дори, она странствующий торговец В отличие от торговца, который продает бесполезные капсулы знаний У нее часто бывают качественные товары Люди говорят, что она торгует всем, что можно продать Она настороженно относится к людям из Академии Потому что большая часть ее товара нарушает правила Академии Я встретился с ее информатором Но вскоре выяснилось, что он только зубы мне заговаривает Стань одним из клиентов Дори и заслужи ее доверие Это мое условие для дальнейшего сотрудничества Почему ты хочешь, чтобы мы с ней встретились? У вас нет права задавать вопрос до тех пор, пока не выполните задание Неааааа, хорошо Что нам делать? Вы чужеземцы, которые не так давно прибыли в Сумеру Поэтому в глазах Дори вы будете безопасными клиентами Я дам вам адрес информатора и список шифров. И я не знаю, есть ли у нее другие хитроумные требования, поэтому вам придется импровизировать. Эх, Паймин начинает нервничать. Настоящие испытания начнутся после знакомства с ней. У нее нюх на Мору и учить ее на товары, и нравятся исключительно принципиальные клиенты. Я дам вам Мора, купить у нее товары высочайшего качества и заслужить ее одобрение. Но мы только сейчас впервые увидели капсулу знаний. Мы ничего не знаем о том, как их оценивать. Этому можно быстро научиться. Это правда. Вы слышали о чувстве стихии? Оно у меня есть. Неожиданно. Похоже, что не так просто. Эта способность упростит задачу. Вот две капсулы знаний. Можешь увидеть разницу в их качестве. Видно ли это? Паймин, кажется, они абсолютно одинаковые. Посмотри их с помощью чувства стихий. Ну, что ты что-нибудь видишь? Они оба светятся зеленым, но левое светится ярче. Пойдет слух, что в их высококачественную капсулу знаний обычно ярче. И смотреть на них при помощи чувства стихии. Это потому, что знания происходят из Ирмансуля, корня силы Дендра. Чем мощнее знание, тем сильнее проявляется его сущность Дендра. Существует также капсул знаний, которые обладают мощной силой стихии. Но они не особо полезны в современной жизни, поэтому их ценность невысока. Чувство стихии лишь временная мера, но ее должно хватить, чтобы заслужить доверие Дори. Это информация о местонахождении информатора и список шифров, а также мора для покупки капсулы знаний. Не жадничайте, вам придется потратиться, чтобы привлечь внимание Дори. И если после сделки с ней у вас останется мора, можете оставить ее себе. Соблюдайте осторожность. В последнее время Матра наводнила порт Ормос. Ваши усилия будут напрасны, если они вас поймают. Регулирующие органы Академии. Они также занимаются делами о незаконных сделках с капсулами знаний. Как я уже сказал, Академия запретила продажу или владение ими. Эти парни очень наблюдательны. Не ждите ничего хорошего, если они вас заметят. Если хотите выйти из этого дела, сейчас самое время. Я готов рискнуть и помогу тебе найти Дори. Договорились. Если сделка между вами пройдет успешно, ищи меня в Викале Фундук. Тогда мы сможем поговорить подробнее. Судья, потому что написал Аль-Хайтам, информатор Дори торгуется возле старого рынка в порт Ормосе. Давай по своим инструкциям пытаемся наладить контакт. Здравствуйте, чего изволите? Так, мы хотим купить капсулу незрелые или несладкие фрукты Хара где-то. Так, Хара-Хара-Хара. Купить несладкие фрукты Хара. У вас очень особенные предпочтения. У нас есть несладкие фрукты Хара, но мы обычно держим их в подсобке. Я попрошу кого-нибудь проводить вас. Тогда эти бумажки пришли во второй торт. Рауна, гости желают приобретения сладких фруктов Хара. Отведи их на склад. Хорошо, следите за мной. У вас интересная одежда. Мы уже давно не видели, что вы покупаете насилие сумерскую розу. Подожди, дай подумать. Смерская роза означает обычный товар. Ты ошибся. Мы совершенно очевидно носим цветы скорби. Простите, не хотел вас обидеть. Фух, его вопрос в подковырке напугал меня. Сад впереди. Пожалуйста, следуйте за мной. Прежде чем отдать вам товар, мне нужно уточить несколько нюансов. Прошу прощения, но у нас может не хватит для вас фруктов Хара. Чуть раньше мы погрузили почти всю партию. Мои поздравления. Благодарю. Если появятся товары лучшего качества, вы узнаете об этом первыми. Похоже, вы довольно искусны. Позвольте предложить вам фрукты, от которых вас закружится голова. Так, 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 так. Отзыв на комплимент... Отзыв про комплимент про искусственного клиента. Это фрукты Хара, которые хружатся голова и шутят. Так, и вот это мне нужно, чтобы в ушах зашумело, да? Или вызывающий тепловой удар. Так, тепловой удар это отзыв на комплимент про клиента с глубокими знаниями. А шум в ушах это про искусственного клиента. А-а-а... Да, это тепловой удар. Нет, 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 нам малашка написать, что тепловой удар это ответ на комплимент про глубокие знаниями. Уф, и вообще, съесть что-то, что вызвать тепловой удар, звучит ужасающе. Очень жаль. В ближнем положении дел мы не сможем выполнить ваши требования. Не хотели бы пересмотреть свой заказ? Он нам не доверяет. Давайте внимательно посмотрим, что написал Аль-Хайтам. Так, да-да-да, не хватает для вас фруктов, хорошо, поздравить с погрузкой. Ну и поздравления, как доверие повысилось. И теперь нужно... Фраг того, что в ушах зашумело. Да, это правильно, с другой стороны, фрукты Харрис, которых уже сглаживаются в ушах, и это звучит пугающе. Хотите, чтобы фрукты Харрис были упакованы в стиле города Сумеру или в стиле Порт-Ормоса? Так, стиль, стиль... Упаковка в стиле Сумеру. Нужно немного товара. Упаковка в стиле Порт-Ормоса. Нужно много товара. Эмм... Давайте много товара. Порт-Ормоса. Хотя мы ищем... Конкретно... Дайте Сумеру. Вы у нас впервые, поэтому я полагаю, что вам подойдет более традиционный стиль упаковки. Подождите-ка, стиль города Сумера с начальством и собираемся купить совсем мало. Он не отведет нас к Доре. Твою... Твою дивизию... А-а-а... Опять заново всё. Опять заново. Так. А-а-а... Так, давай. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ-блэ Ти-ти-ти-ти-ти, порт Уормоз, нужно много товара, да Приятное дело, щедрыми клиентами Обязательно красиво упакуем ваши покупки Всё подтверждено, госпожа Дори ждёт вас наверху Проклятина, там Матра, бежим Что Матра? Где? Альхайдем сказал, что нам нельзя им попадаться Бежим отсюда быстро Ой А где Матра? Он побежал сюда Так, бегите за мужиком Блин, столько... Я уже выпил два стакана воды У меня вода кончилась И у меня во рту пересохнет Кошмар какой-то Смотри, он там! Да-да, бегу-бегу Эй, где ж ты? Через мост? Да, через мост Эй, вы прячься от тигра Что-то там Ладно Не знают, как у тигра А, тигр погрыз товаром Матр консисковал товар Сюда, быстрей сюда Все, больше не нужно бежать Это ты только что позвала нас А нам безопаснее здесь находиться? Госпожа Дори, они хотят купить фрукты Хара Позвольте откланяться Очень хорошо Спасибо, что привел их Так это ты и есть, Дори Паймен думал, что ты будешь страшнее Что ты сказала, глупышка? Когда нужная очень страшна Поверь Можешь забыть о сделке Если не следишь за своими словами У нее какая-то такая манера речи Я не знаю, даже получится у меня ее передавать, нет? Она такая Оооо Однако, должна признать, что вы неплохо справились Вы не только сумели найти моих информаторов Но также были чрезвычайно бдительны Вы не похожи на преступников Но я готов поспорить, что вы замешаны в сомнительных делах Не так ли? Паймен не уверен, что это был комплимент Но мы ее примем Все, кого есть деньги Но кто запахался после пары шагов Не только сами падут в руки матри Но и доставят неприятности нам Нам, порядочным людям, пытаешься вести честный бизнес Это не нужно, согласны? Вот почему я предпочитаю иметь дело с такими клиентами, как вы Вы здесь впервые, но не волнуйтесь И не будет задавать слишком много вопросов Я совсем не против, если вы покупаете капсулу знаний, чтобы украсть им свою прихожую Пока у вас много круглой и бестящей море, все будет хорошо Покажешь нам товар? Да, конечно, осмотрите вокруг, изучайте ассортимент Ого, да у нее целый склад капсулы знаний У нее будут серьезные проблемы, если матра поймает ее с поличным Какие товары вы ищете? Поверьте, меня не интересуют причины, по которым мои клиенты покупают те или иные товары Но иногда я могу порекомендовать что-нибудь интереснее Как насчет этого? Сологическая диалога Хили Чурлов и ее диалектический анализ Только три человека в всем Тивате когда-либо изучали его Очень редкие знания, капсул продается за 350 тысяч море Неужели есть люди, которые хотят купить такие странные знания? Пайман есть, Элла Маск Вот тоже интересный вариант архитектурной стили и методы строительства странных Тивата в ранний период Войны Архонтов С ней вы можете стать экспертом в области сохранения исторической архитектуры И найти отличную, хорошую, шооплачиваемую работу и практически в любой стране Эти знания хоть как-то могут пригодиться Два миллиона моря она ваша, и не моря меньше Ого, это же целая гора моря Конечно, вы можете выбрать по своему усмотрению Описание цены, указанное мелким шрифтом, в нижней части каждой капсулы знали Представление, попробуйте метод, который нам подсказал Аль Хайтам Я возьму эту И эту И еще вот эту Отличный выбор Вы выбрали много капсул на этом стенде Мы возьмем эти капсулы, спасибо У вас не только наметный глаз, ваша щедрость не знает границ, так и клиенты настоящая редкость Может и один из сотни, нет, один из тысяч будет таким, если повезет У меня есть специальное предложение для вас Если вы потратите еще 100 тысяч моря, вы можете выбрать любую капсулу знаний стоимостью 1 миллион моря за счет заведения Что? Эй, ты слышал, потратить еще 100 тысяч моря сможем получить любую капсулу стоимостью в миллион Пайма, ну успокойся, не позволяя ее обманам заставить нас потратить больше Но ведь капсула знаний, которую мы только что купили, в сумме стоит полмиллиона моря Если мы потратим чуть больше, то сможем получить капсулу стоимостью в 1 миллион моря Разве это не супервыгодная сделка? Подумай только, нам пришлось просить износ от трудностей, чтобы получить капсулу знаний А теперь все это принадлежит Аль-Хайтаму Неужели тебе ни капельки не интересно, как работает капсула знаний? Это же мгновенные знания Разве тебе не любопытно испытать это на себе? Здесь единственное любопытное Это ты хочешь, чтобы я это испытал на себе? Ну же, у нас еще есть около 100 тысяч в море Аль-Хайтама Давай используем их, используем, найдем что-нибудь полезное для тебя Договорились, Дори, мы хотели потратить еще 100 тысяч в море Хорошо, вы хорошо, выбирайте капсулу знаний из этой великолепной коллекции Погоди-ка, Паймэн думал, что мы можем выбрать все, что захотим Почему же не выбрать из тех капсул? О, ну здесь так много капсул знаний, стоимостью миллион море Я уверен, клиенты вашей уже смогут выбрать то, что лучше все соответствует вашим потребностям Не торопитесь Паймэн плохое предчувствие Используй чувство стихии еще раз Хорошо, я посмотрю еще раз Что-то они все какие-то куклы Ну как? Они все, кажется, одинаково яркие Значит, они все стоят примерно одинаково? Мора уже потрачен, так что давай хотя бы попытаемся найти что-нибудь полезное Дай-ка написать введение в традиционное пивоварение Сумеру Искусство выращивания пряностей Общее описание древних руин Эй, звоните на эту, техника фехтования на мечах Пять, шесть, семь, восемь Не уверен, что мы когда-нибудь найдем первые семь частей Но, по крайней мере, эти знания должны быть полезны Дай возьмем ее А, лишь бы ты была довольна Дори, мы берем это В ближайшие пару дней ожидается поступления новых товаров Так что не забудьте заглянуть всегда Понадобится ли вам капсула знания или что-то еще Просто принесите Дори Мору и дверь откроется Все, да, вернемся в вилку Микалу-фундук и встретимся с Аль-Кайтамом Может, он наконец расскажет нам, что потерял Академию Так, что я купил? Капсула знания техника фехтования на мечах Штука полезная, ну, наверное Сверток с капсулами знаний О-о-о-о-о-о-кей-юшки А, тут был лист Ну Мы люди Не гордые Мы лицами не пользуемся Альфы там Иди сюда Вы пришли Судя по вашему виду, вы добились успех Ого Да здесь полно людей из Академии Почему ты выбрал именно это место для встречи? Викалу-фундук находится под контролем Академии Естественно, здесь работают люди из Академии Я прибыл в Порт Ормаз под предлогом выведения официальных дел Дерзости тебе не занимай Расслабься Здесь никого не интересует, о чем мы говорим А матра сюда не заглядывает Итак, расскажите, как прошла ваша встреча с Дори Вы рассказываете Альхайтаму, что произошло И даете ему купленные капсулы знаний Альхайтам, мы выполнили свою часть договора Можешь рассказать нам о капсуле знаний, которые потеряла Академия? Сначала хотел бы узнать, зачем она вам? Можете не отвечать, конечно Это не секрет, мы ищем способ встретиться с Дендро Архонтом Верно, Кизав хочет получить аудиенцию Божества Мудрости Чтобы задать ей несколько вопросов Но за все время пребывания в Сумьеру Мы так и не смогли найти способ сделать это Мы узнали, что Академия потеряла что-то, что может быть связано с Архонтами Поэтому решили попытать счастье здесь В таком случае вы на верном случае Некоторое время назад Академия потеряла в пустыне капсулу знаний Предположительно, это капсула знаний Архонта С помощью которой можно обрести божественную мудрость Ух ты, даже такое есть Скажем, если мы найдем ее, то будем знать все От способа получить аудиенцию Дендро Архонта до ответа на вопросы от твоей сестры Я очень сомневаюсь, что он обладает какими-либо мистическими свойствами Но капсула действительно существует, находится здесь Порт Ормасе Где она сейчас? Выяснить это и есть наша следующая задача Ты тоже ищешь? Не стану отрицать Я провожу расследование, потому что мне интересно Интересно, что на самом деле представляет собой капсула знаний Архонта? Как вам известно, пустынники в Порт Ормасе Тоже положили на нее глаз Это довольно ценный предмет И знания, содержащие в нем, могут даровать власть и богатство В последнее время несколько бригад ведут борьбу за право владеть капсулой Но победитель пока не выявлен Мои личные финансы и связи не могут конкурировать с финансами и связями пустынников После некоторых усилий мне наконец удалось достичь предварительной договоренности с несколькими бригадами Я согласился отказаться от владения капсулой знаний Архонтов Обмен на возможность изучить ее Но, в конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы понять, что это такое Однако, есть и те, кто не идет на переговоры Например, пустынники из Аин Альха... Ахмара Они твердо верят, что в капсуле знаний Архонтов заключена сила Алого Короля И что он вернется в этот мир, когда они получат капсулу Они не позволяют кому-либо из Академии запятать дух своего божества Значит, ты преследуешь их, потому что они отказались сотрудничать с тобой? Да Аин Аль Ахмар не самая богатая и влиятельная бригада Но ее члены полной решимости получить эту капсулу Они используют любые скрытые методы обогащения, чтобы собрать достаточно средств Поэтому я вмешаюсь в их дела, чтобы принудить их к переговорам Капсула знаний Архонта должна быть выставлена на тайном аукционе в ближайшие несколько дней Каждая бригада сделает свою ставку И капсула будет тайно передана победителям Чтобы обеспечить безопасность капсулу и избежать внимания матры Получившая капсулу бригады не будет раскрывать свою победу на аукционе Пока я не узнаю, кому в итоге достанется капсула знаний Архонта Не о чем договариваться Дори самый надежный источник информации Но раньше этот путь был для меня закрыт Теперь, когда у меня есть вы, ситуация изменилась Другими словами, ты хотел, чтобы мы подружились с Дори Чтобы узнать, где находится капсула знаний Архонта Да, можно и так сказать Но такой расстат не вредит никому из нас Послезавтра вернитесь к Дори И попытайтесь узнать о местоположении капсула знаний Архонта Если у нее не будет информации Подождите еще два дня и обратитесь к ней снова Если у меня не будет возможности изучить капсула знаний Архонта Я поделюсь с вами результатами исследования Как вам такое вознаграждение? Именно это мне и нужно, спасибо Хорошо, тогда встретимся через два дня Архайтан, еще один вопрос Мы приобрели одну капсулу знаний для себя, но не знаем, как ей пользоваться Ходите использовать капсулу знаний? Хорошо, я научу вас Сделать это прямо под носом у академии будет несколько проблематично Пойдемте на охрану города Это место подойдет, покажите мне свою капсулу Вот она Техника фехтования на мечах 8. Капсула боевых знаний Подобные знания встречаются редко, так как большинство из них используются пустынниками для усиления своих боевых возможностей Правда? Как здорово, что мы не зря ее приобрели Чтобы узнать эффективность знаний, я могу помочь тебе проверить твои боевые способности Однако эффект, скорее всего, будет минимальным, если ты уже достаточно силен Мы можем провести контролируемый эксперимент, в котором ты сможешь сражаться в двух битвах, до использования капсулу знаний и после Пока ты сражаешься, я попрошу терминал каши измерить свои физические параметры В испытаниях могут быть различия в своей физической силе, а также способностях ваших противников Но не волнуйтесь, позже я проведу статистический анализ, чтобы исключить искажения данных Ого, Аль Хайтан, ты, наверное, один из отличников Академии Нам интересно, ты не похож на тех студентов, которым нужны капсулы знаний, чтобы закончить Академию Так почему ты рискуешь попасть в матри ради этой капсулы? Мне тоже интересно В большинстве случаев, когда невозможно понять действия ученого, их можно объяснить любопытством Это незыблемая истина Похоже, ты пытаешься уйти от ответа Итак, приступим к испытанию, просто сражайся, как обычно С кем? А, с пресенниками Так, чтобы я же могу, наверное, не только сам Так, этот есть Теперь я подключусь к твоему терминалу Акаши, запишу данные А теперь использую капсулу знаний Возьми ее в руку, я помогу тебе установить связь с капсулой, чтобы ты мог активировать ее силу Так Используйте капсулу знаний из инвентаря На мгновение увидел бесчисленные фигуры, сражающиеся на мечах А в следующий момент они исчезли в глубинах моей памяти Эй, что с тобой? Я кое-что почувствовал, нечто из капсулы знаний превратилось в воспоминания То есть это сработало? Хорошо, время для второго раунда Сражайся с тем же самообладанием, что и раньше Так, у меня ачивочки новые посыпались Так, чудеса света, встретитесь с Дори и купите капсулу знаний Получено Дом законцентрировано времени Используйте капсулу знаний, чтобы усилить свою боевую мощь Получено Дори и купите капсулу знаний О, готово Теперь я снова запишу данные Купленная вами капсула знаний явно улучшила его способности. Во второй битве общие данные боевых наук увеличились на 0,073% по сравнению с первой. Так мало! Это ничто. Проклятие! Торгашка Дори провела нас! Один миллион морей! Эта штука и ста тысяч не стоит! Одна из возможных причин такой результат заключается в том, что он уже был очень сильно на момент использования капсулы, поэтому содержащиеся в ней знания вряд ли могли дать значительное увеличение показателей. Зато это испытание позволило мне получить больше информации о вас, и я начинаю верить, что ваше сотрудничество может быть мне выгодным. Я возвращаюсь в Викалу Фундук, жду новостей через два дня. Это мора, чтобы заплатить Дори за информацию. Заплати столько, сколько она попросит. Сюда-сюда! С возвращением, мои любимые клиенты! Чем я могу быть полезна на этот раз? Капсулы знаний или что-то другое, всё что угодно. Только скажите, я найду способ достать это. Если у вас есть много блестящей моры, разумеется. Дори, ты и правда можешь достать всё на свете? Ага, выходит, одних капсулы знаний вам уже недостаточно. Не стесняйтесь, говорите, что у вас на уме. Мы хотим приобрести капсулу знаний Архонта. О, хе-хе, я знала, что такие обеспеченные клиенты, несомненно, жаждут чего-то больше, чем обычные капсулы знаний. Знаете, такая информация не будет дешёвой. Мне пришлось очень постараться, чтобы проложить себе путь на площадку аукциона, не говоря о том, что если кто-нибудь узнает, что это я допустил утечку информации, меня будут ждать большие проблемы. Как мы можем быть уверены в достоверности твоей информации? Довольно занятно, что информация оказалась у тебя именно в тот момент, когда она нам понадобилась. Хо-хо-хо, всё ценное на рынке является для меня товаром. И я всегда должна быть в курсе того, что актуально на рынке, чтобы заключать больше-больше сделок. Что касается подлинности информации, я сфотографировала сделку. Таким образом, никто не сможет поставить её под сомнение. Я покупаю информацию, назови цену. Все приятно иметь дело с такими хорошими клиентами. Теперь, когда вы заплатили, приготовьте уже шокирующую информацию. Капсулу знаний Архонта Шек купил никто иной, как Мизри, лидер Айн Аль Ахмара. Айн Аль Ахмар? Воспинники, которые поклоняются Алому Королю? Да, похоже, вы хорошо их знаете. Айн Аль Ахмар сделали всё возможное, чтобы получить капсулу знаний Архонта, а не верить, что в ней содержится силы Алого Короля. Эта капсулу знаний Архонта не похожа. Ни на что видно мной ранее, от неё исходило ярко-красное свечение. Капсулу хорошо видно на фотографии, которые я сделала. Можете посмотреть сами. Спасибо за информацию, Дори. Не стоит благодарности. Мы вчерашние усилия не пропали даром благодаря вам, мои проницательные клиенты. Не стесняюсь обращаться ко мне, если вам понравится что-то ещё. Мы выяснили, что капсула знаний Архонта, оказывается, попала в руки этих махмаров. Давай вернёмся, поговорим с Аль-Хаттамом. Аль-Хаттам или не там? Где ты? Аль-Хаттам, у нас здесь информация. Правда? С удовольствием послушаю. Капсула в руках Айн Аля Ахмара. Та самая бригада, с которой у нас намечена встреча. Дори предоставил нам доказательство сделки. Взгляни. О, снимок очень чётко. Она не только решила справиться на торговую площадку пустынников, но и подавалась очень близко. Это требует большого мужества. На этой фотографии действительно изображён мизерый лидер Айн Аля Ахмара. В руке он держит уникальную красную капсулу знаний. Она выглядит как капсула знаний Архонта. В таком случае, если мы всё сделаем правильно, то когда мы встретимся с ними на следующей неделе, мы сможем заставить их раскрыть карты. Сначала Паймен не понимал, зачем провоцировать этих парней из Айн Аля Ахмара, но теперь становится ясно, всё идёт по твоему плану. После победы над ними мы сможем наконец поговорить с их лидером и просить его одолжить нам капсула знаний Архонта. Спасибо за ваше время и усилия. Отдохните несколько дней, пока я сделаю койки и приготовления. Встретимся снова в три часа по полудня в назначенный день. Договорились. До встречи. Пока, Альха-то. Хай. Хай. Где встреча с Айн Аля Ахмаром? Альхайден, но я тебя не знаю. Где же он может быть? Ааа, вот ты вон. Извините, что заставила ждать. Пойдёмся на пирс перед фаровским маяком. Да, идём. Альхайден. Я знал, что ты безумен, но я не знал, что ты настолько безумен, чтобы прийти сюда. Это я наставил на этой встрече. Не беспокойся. Что вы можете не сдержать своё слово, но похоже я ошибался. Я тоже привёл группу поддержки на эту серьёзную встречу. Надеюсь, вы не возражаете. Группа поддержки? Разве этот паренёк не тот паренёк из таверны? Ты помогаешь ему, потому что он помог тебе. Смело. Не буду скрывать, мы отправим вас на корм рыбам. Хватайте их, парни. Они приближаются! Удачи вам! Я не могу! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! вас большего проклятие эти про хвост из академии босс наконец-то здесь удалось применить эту штуку отлично тогда босс 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 ты в порядке что с ним случилось нужно прервать связь с акаши цель обнаружено сводить немедленно не надо чинить препятствий понятно али хай там конечно я всего лишь хотел помочь увидите его пусть мир забудет меня а что так что произошло взрыв внезапно потерял рассудок похоже он использовал капсулу знания архонда хочешь сказать как знание архонда превратила его в это кстати хай пасси упоминала а ты имеешь то что некоторые следы сошли с ума по соприкосновения к зданиям и роман суля я слышал о многочисленных случаях когда исследователи сходили с ума на стадии сатья вады судя по его состоянию это похожая ситуация это капсула знания архонда похоже связана с божествами но совсем не так как принято считать обладание ею не дает божественной мудрости или силы вы слышали что он сказал мир забудет что это может значить ее слова полностью совпадает с тем что я слышу как тогда у ирман суля если матра собрала его значит акадим вернулся капсулу знания архонда жаль мы были так близки память не ожидал что капсулу знания архонда окажется настолько опасный если мы попытались открыть ее то знает что с нами да случилось при нынешнем положении дела у меня нет причин оставаться в порт ормосе можно считать что наше сотрудничество подошло конкурент мы были так заняты поисками капсу знания архонда что пойман забыл спросить тебя кое о чем еще нашли ты как встретиться с малой властительницей кусанали ты ведь из академии честно говоря нет малая властительница кусанали существует вне системы управления сумеру как правило вы и знать не будете что она существует поскольку академия владеет акаши символом божественного знания следователи не стремятся вступать в контакт с архонтом ох мало властительницей кусанали окружена тайными я возвращаюсь в академию как насчет вас сабзеру снится горами пора возвращаться мы весь день на ногах давай сделаем перерыв и отдохнем ты права мы возвращаемся сумеру здесь наш пути расходится до свидания что мне сделать сначала заботиться об этой вещи или написать